Сегодня 10 апреля, итоговый выпуск новостей на главкоме в студии Татьяна Кулик. Здравствуйте. Председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов, гарантирует отсутствие уголовных преследований протестующих Юго-Востока Украины в случае добровольного сложения оружия и освобождения захваченных админзданий. Об этом он заявил во время утреннего пленарного заседания парламента. В случае, когда люди складывают оружие и освобождают административные помещения, нам не надо принимать законы об амнистии. Мы гарантируем, что не будет никаких уголовных преследований, заявил Турчинов. Он также сообщил лицам, захватившим здание Луганской облгосадминистрации, что парламент готов расширить права местных советов, готов рассмотреть немедленно вопрос, касающийся реформы местного самоуправления, в том числе и формирования исполнительной власти советами. По его словам, сегодня также обсуждался вопрос о создании международной комиссии вместе с Генеральной прокуратурой, которые бы проверили все события, касающиеся гибели граждан Украины во время мирных протестов. По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас отвергает вариант прямой военной интервенции в Украину, но кремлевские эксперты начали активно продвигать идею о необходимости развязания в Украине гражданской войны. Об этом на своей страничке в Фейсбук сообщил глава Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Планы российского руководства изменились, и крымские координаторы пока остаются в России, пишет Тымчук. Теперь Путин отвергает вариант прямой военной интервенции. Уж слишком явно международные сообщества выступают на стороне Украины. Иначе российскому руководству грозит международный трибунал. В то же время в восточных регионах Украины нет критической большинства, которая поддерживала бы действия сепаратистов. В связи с этим кремлевские эксперты начали активно продвигать идею о необходимости развязания в Украине гражданской войны. Сепаратистам из Донецка и Луганска, их руководителям из Москвы уже открыто предлагают самостоятельно организовывать с помощью подручных средств гражданскую войну против нелегитимной власти Украины. То есть стать пушечным мясом, которое может рассчитывать лишь на федерализацию. Вопрос в том, готовы ли сепаратисты за несколько сотен долларов США положить свою жизнь и жизнь своих соотечественников за сомнительные интересы Путина, добавил Дмитрий Тымчук в Фейсбуке. Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о парламентской оппозиции. В законопроекте определяются понятия парламентское большинство и парламентская позиция, а также гарантии оппозиционной деятельности. Данным документом парламентской оппозиции предлагается предоставить право на представительство в руководстве Верховной Рады, участие в контроле за деятельностью парламентского большинства, Кабмина, органов власти. Также предусмотрено создание оппозиционного правительства. Парламентская оппозиция на пленарном заседании Верховной Рады имеет право на выступление по вопросам повестки дня, на заявление на оформирование повестки дня Верховной Рады, на доклад при рассмотрении Верховной Радой таких вопросов, как принципы внутренней и внешней политики, проект госбюджета, программа деятельности Кабмина, отчета Кабмина, отстранение президента с поста в порядке импичмента, недоверие генпрокурору, ежегодный доклад уполномоченного по вопросам человека, отчет счетной палаты, отчет надсовета по вопросам телевидения и радиоовещания. Предусмотрено, что председатель, заместитель и секретарь счетной палаты, а также четыре контролера назначаются Верховной Радой по представлению парламентской оппозиции. Исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий заявил, что украинские следственные органы уже раскрыли схему разгона Майдана и убийства участников акции протеста, которую руководил экс-президент Виктор Янукович. Об этом он сказал в Страсбурге, сообщает Евроньюз. В деле уже проведен большой объем следственных действий, в частности, уже доказано вина Януковича, который давал преступные приказы, сказал Махницкий. По его словам, разрабатывались планы убийства людей, планы нейтрализации Майдана, а также применение различных военных формирований, правоохранительных органов, банформирований, так называемых тетушек. Позже отдавались приказы соответствующим силовым министрам и руководителям, в том числе и министру внутренних дел, службе безопасности Украины, другим командирам воинских формирований. На сегодняшний день уже задержаны непосредственные исполнители преступлений. Это работники спецроты подразделения «Беркут», так называемая «рота смерти». Им выдавалось автоматическое снайперское оружие. Вина и причастность к убийствам людей доказана, заявил Махницкий. ПАСЬЕ приняла резолюцию по России, согласно которой делегация Российской Федерации лишена права голоса в Ассамблее за принятие Крыма и исключена из всех руководящих органов до конца года. А это бюро, президентский и постоянный комитет, а также участие в миссиях наблюдателей ПАСЬЕ. Фрагментарий поддержали доклад главы комиссии по мониторингу Ассамблей Штефана Штеннаха, который предлагает остановиться на так называемом «мягком» варианте санкций. Предложение о замораживании членства России в Ассамблее, выдвинутые британцем Робертом Уолтером, не прошло. В делегации Российской Федерации санкции расценили как несправедливые и неправомощные. По словам ее замглавы Леонида Слуцкого, даже при сохранении полномочий России и отказа от предложений по замораживанию членства, принятие таких поправок ставит под вопрос работу делегации Российской Федерации на площадке ПАСЬЕ в 2014 году. Сегодня официальный курс гривни побил новый рекордный минимум, а это около 13 гривен за доллар и уже больше 17 за евро. Национальный банк Украины внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке и рассчитывает на ее стабилизацию благодаря возобновлению внешнего финансирования и устранению политических и экономических рисков. Об этом сообщил советник главы Нацбанка Валерий Литвицкий. По его мнению, ситуация на рынке связана с трудностями экономики, а также с возникшими ограничениями в экспорте, в том числе на известном направлении. Также на ситуацию негативно влияет отток капитала по платежному балансу и отток денег из банков. Также Литвицкий убежден, что скорое возобновление кредитования Украины со стороны Международного валютного фонда позволит ослабить давление на курс. После позитивного решения МВФ откроется более широкое движение капитала в Украину. Спрос будет ближе к нормальному. Таким был день 10 апреля, но на этом картина новостей не заканчивается. Следите за новостями на главкоме. До завтра.